Как получить качественную воду в домашних условиях? Так ли хороши бытовые фильтры? Рассказываем о лучшем способе получения чистой воды. Всем привет! С вами Регина Кутинская. В первых двух выпусках цикла лекций о воде мы с вами поговорили о том, какую роль играет вода в жизни человека. Выяснили, что употребление чистой воды для нашего здоровья является гораздо более важным фактором, чем пища. Разобрались в самом понятии чистой воды. В этом выпуске мы поговорим о том, как получить качественную чистую воду в домашних условиях. Друзья, если вы еще не смотрели первые два выпуска, обязательно их посмотрите, чтобы сохранить цепочку повествования нашей большой лекции. Или пересмотрите, если информация уже подзабылась. Ссылки на плейлист в описании. Поддержите наш канал, поставьте лайк. Мы стараемся для вас. Итак, в предыдущей лекции мы уже выяснили, что чистота воды определяется ее электропроводностью. Чем меньше в воде содержится минералов и различных примесей, тем электропроводность ниже и тем чище вода. В медицине есть ГОСТ чистой воды – фармакопея FS42-2619, по которому электропроводность воды не превышает 2,5 сименса на сантиметр. На основе такой воды делаются различные медицинские растворы для инъекций. То есть сами медики подтверждают, что такая вода полностью безопасна для нашего организма. И ее можно колоть прямо в мышцы и вводить в кровь. Таким образом, говоря о чистоте воды, мы будем опираться именно на этот ГОСТ. Теперь давайте разберемся в том, как можно получить такую воду в домашних условиях. Но вначале поговорим про приборы для очистки воды, которые старательно навязывает нам реклама. Бытовые фильтры для воды Бытовые фильтры для воды можно условно разбить на три ценовые категории. Буду говорить в долларах, так как сами понимаете, что сейчас происходит с курсом рубля. До 100 долларов – нижний сегмент. До 600 долларов – средний сегмент. От 1500 долларов и выше – дорогие, хорошие бренды. Мы в своей жизни протестировали немало фильтров и можем смело сказать, что производители и реклама очень, мягко говоря, привирают. Фильтры нижнего ценового сегмента питьевую воду не делают вообще. Максимум, что они могут сделать – очистить ее от ржавчины, песка и прочего относительно крупного мусора, которого в водопроводе предостаточно. Такие фильтры, которые называются магистральными, обычно ставят на горячую и холодную воду в ванне или душа, чтобы не мыться коричневой водой, которая частенько течет из крана. Сразу отвечу на вопрос, который наверняка вы можете задать. А что с фильтрами в виде кувшина? Ответ – ничего. Такие конструкции фильтрами назвать можно очень условно. Их эффективность стремится к нулю. В средней ценовой категории ведется самая ожесточенная борьба среди производителей фильтров. В рекламу и маркетинг вкладываются огромные деньги. Питьевой такая вода также не является. Так как даже и за эти деньги качество очистки воды далеко от идеала. Друзья, мы сейчас не будем подробно разбираться в качестве воды после таких фильтров. Цель этого ролика в другом. Подтверждение нашим словам вы можете легко найти на том же Ютубе. Есть немало энтузиастов, которые тестируют воду после различных фильтров и делают впоследствии съемку на микроскопы с очень высоким увеличением. Мы не будем сюда вставлять фрагменты таких видео, чтобы не увеличивать продолжительность лекции. Она и так довольно объемная. Просто введите в поиске Ютуба запрос «Фото воды под микроскопом из-под крана или после такого-то фильтра» и вы увидите десятки подробных роликов на эту тему. В воде плавает куча живности и мусора. После просмотра таких роликов вы долго будете с большой брезгливостью открывать водопроводный кран. Словом, этот ценовой сегмент фильтров также не дает качественную воду. Высший ценовой сегмент бытовых фильтров начинается примерно с полутора тысяч долларов. Сюда входят качественные фильтры обратного осмоса. У нашего знакомого стоит такой дом от компании Цептор, одной из самых популярных в нашей стране. Брали они его лет 10 назад за 80 с чем-то тысяч рублей. Сейчас, как вы понимаете, ценники крайне сильно поменялись. Стоит он уже гораздо дороже. В воде после такого фильтра остается очень малое количество минералов. Устраняются почти все биологические организмы и прочие примеси. Хоть такая вода и не дотягивает до нашего ГОСТа, ее уже вполне можно пить. Самый большой минус фильтров этой категории заключается не только в их высокой стоимости, но и дороговизне их обслуживания. Примерно раз в полгода надо менять фильтрующие компоненты. Наш знакомый тратит на это примерно 35 тысяч рублей каждые пять месяцев. Дороговато. Мы специально поискали в интернете фильтры обратного осмоса, которые бы давали нужную нам чистоту воды. Самая дешевая система обратного осмоса стоит от 10 тысяч евро. Думаю, что на этом тему фильтров для воды можно и закрыть. Теперь перейдем к приборам, которые могут дать высокое качество воды по приемлемой цене. Дистилляторы. В природе есть процесс, который изучают в начальных классах на уроках природоведения. Круговорот воды в природе. Вода испаряется из водоема, поднимается вверх, формируются тучи, проливается дождь, и вода вновь возвращается в водоем. Во второй части цикла лекции о воде мы рассказали о том, что производители самых дорогих брендов воды разливают в бутылочки именно дождевую воду из тех мест нашей планеты, которые еще не загрязнены. Дождевая вода из чистых районов является практически дистиллированной. Кроме этого, вода, растопленная из снегов и ледников, лежащих высоко в горах, по своему химическому составу, также близка к дистилляту. Дистилляция – очень простой процесс, который в своей основе повторяет процесс природный, только описанный выше круговорот производится за короткий отрезок времени. Именно дистиллятор и является тем прибором, с помощью которого можно получить воду очень высокого качества в домашних условиях. Виды дистилляторов Дистилляторы делятся на два вида. Бытовые настольного типа и лабораторные проточного типа. Давайте разберемся, в чем их разница. Бытовые настольные дистилляторы Бытовой настольный дистиллятор очень похож на чайник, только большего объема. В отличие от чайника, в момент его закипания он не отключается, а продолжает кипеть, выводя конденсирующийся пар во внешнюю емкость. У настольного дистиллятора имеются следующие минусы. Во-первых, зачастую в его конструкции применяются пластиковые компоненты. О вреде пластика мы сняли для вас две большие лекции. Ссылка в описании. Обязательно посмотрите. Вода из такого дистиллятора становится в прямом смысле слова ядом. Во-вторых, в таких дистилляторах применяются металлы низкого качества. Часто используется алюминий, который наносит вред организму. В-третьих, вследствие того, что вода в процессе дистилляции не обновляется, она заливается разово, по мере испарения качество оставшейся в приборе воды становится все хуже и хуже. К примеру, залили вы в настольный дистиллятор три литра воды, запустили процесс. Первый литр дистиллята будет чистый, но по мере дальнейшего испарения воды в оставшейся воде будет оставаться все больше минералов и примесей. Я сейчас не буду углубляться в пояснение этого процесса, чтобы не растягивать видео. Кому интересно, можете изучить вопрос на химических формах. Там вам подробно пояснят такое понятие, как рассол. Коротко говоря, чем меньше воды остается в таком дистилляторе, тем ниже становится качество исходящего дистиллята. И на выходе, после завершения цикла дистилляции, вы получаете воду далеко не самого лучшего качества. В-четвертых, процесс получения воды в настольном дистилляторе очень медленный. В зависимости от объема прибора, в час вы получите не более литра. При этом его КПД, соотношение расхода электричества, производительности дистиллята в час и его качество будет очень низким. Литр дистиллята будет стоить немало. Однако, все же ощутимо дешевле покупной воды. Единственная ситуация, когда применение настольного дистиллятора будет обосновано, это если вы какое-то время живете на даче. Водопровода там нет, своего колодца и хорошего водяного насоса зачастую тоже. В таких условиях настольный дистиллятор может действительно выручить. Наш совет. Если вы регулярно проводите время на даче или в деревне и хотите иметь под рукой максимально качественную для таких условий питьевую воду, то купите настольный дистиллятор, который будет сделан из качественных компонентов. Без пластика. Из качественной стали и объемом литров на 5. Следите за процессом дистилляции. После испарения первых 3 литров воды сливайте оставшуюся воду и заливайте новую. Процесс довольно муторный, но здоровье дороже. Дистилляторы проточного типа. Самым правильным вариантом для получения дистиллированной воды высокого качества будет использование лабораторного дистиллятора проточного типа. Дистилляторов, дающих воду указанного выше ГОСТа, существует сравнительно немного. Мой муж практически месяц изучал их обзоры после того, как у нас вышел из строя наш первый дистиллятор. Я не буду приводить в ролике название модели, которую мы выбрали на его замену. Укажу название в описании. Делаю это для того, что на момент просмотра этого ролика модель может быть снята с производства. И вы просто не сможете ее купить. Вопрос наличия в продаже рекомендуемой модели мы будем мониторить. И если она будет снята с продажи, в описании к видео мы добавим другую модель. К примеру, наш первый дистиллятор модель PHS Aqua 4 производства Тюменского завода медицинского оборудования отличный прибор, очень по нему скучаем. Маленький, производительный, качественный, но он уже снят с производства. И поэтому нам пришлось искать ему замену. Новую модель, выбранную нами, повторюсь, смотрите в описании. Муж очень дотошно отнесся к выбору нового дистиллятора. Сравнил все за и против различных моделей и производителей. Читал отзывы на специализированных форумах и изучал прочую информацию. На текущий момент времени рекомендуемый нами дистиллятор самый лучший по соотношению цена-качество. Можете смело покупать. Кстати, обращаю ваше внимание, что мы не продаем никакие дистилляторы. Наша рекомендация не несет никакой коммерческой заинтересованности. Мы не сотрудничаем с производителем, которого рекомендуем. Единственный наш интерес посоветовать вам модель, которая будет давать вам качественную воду и поддерживать ваше здоровье. Вбиваете название модели в Яндексе, смотрите, где дешевле и покупаете. Как правило, самая выгодная цена на сайте производителя. Но иногда на маркетплейсах бывают скидки, поэтому изучите разные магазины. Итак, чем хорош лабораторный дистиллятор проточного типа? Во-первых, вода в испарителе постоянно обновляется. Таким образом не образуется того самого рассола, вследствие чего исходящий дистиллят получается очень высокого качества. Во-вторых, проточная вода хорошо охлаждает дистиллят на стадии его испарения, что резко повышает его чистоту. Также не буду сейчас вдаваться в тонкости этого процесса можете изучить вопрос на специализированных форумах. Охлаждение очень важный нюанс. В-третьих, корпус и все компоненты качественного лабораторного дистиллятора сделаны из медицинской стали самого высокого качества. Вследствие этого в дистиллят не будут попадать какие-либо вредные вещества. Итак, подведем краткий итог по дистилляторам. Нет совершенно никакого смысла покупать недорогие настольные дистилляторы, если вы живете в квартире, доме с центральным отоплением или коттеджи с личным колодцем и хорошим водяным насосом, который дает напор воды полторы-две атмосферы. Никакой пользы от них вы не получите. Повторюсь, единственной ситуацией, когда приобретение настольного дистиллятора будет иметь смысл, является отсутствие доступа к центральному водопроводу. Это дачный или деревенский дом без наличия колодца с хорошей водой и мощного насоса, дающего нужное давление воды. В этом случае покупка настольного дистиллятора будет оправдана. Но надо рассматривать модели стоимостью в районе 400 долларов. За такую цену вы получите прибор, собранный из качественных материалов. Если же вы живете в квартире или частном доме с хорошим напором воды из колодца, то дистиллятор проточного типа указанной нами модели будет оптимальным вариантом. Вы получите воду самого высокого качества. А теперь давайте перейдем к финансовому вопросу и посчитаем деньги. Ведь покупка хорошего дистиллятора даст вам не только качественную воду, но и существенно сэкономит ваш семейный бюджет. В наше время подавляющее большинство людей уже давно не пьют водопроводную воду. Но разбираться в тематике фильтров и очистке воды им лень. Поэтому покупают питьевую воду в магазинах. Вода в супермаркетах становится одним из самых продаваемых товаров. Средняя стоимость более-менее приемлемой питьевой воды в магазинах составляет порядка 80 рублей за 5 литров. Человеку в сутки требуется в среднем порядка 6 литров воды, чтобы попить, пищу приготовить, чаю сделать и прочее. Наша семья состоит из двух человек. В сутки мы тратим примерно 15 литров воды. Дистиллированной водой мы еще пищу споласкиваем, овощи, фрукты и прочее. Дистиллятор, который мы рекомендуем, расходует 3 кВт в час. При производительности дистиллята 4 литра в час. В нашем регионе киловатт стоит примерно от 2,5 до 4 рублей. Цена зависит от вида тарифа и типа плиты, электрическая или газовая. У нас газовая, поэтому мы считаем по тарифу 4 рубля за киловатт. За холодную воду в месяц мы платим порядка 450 рублей в целом. Таким образом, стоимость литра дистиллированной, идеально чистой и полезной для здоровья воды в нашем случае составляет около 1 рубля и 70 копеек. Умножаем на 15 литров и получаем 24 рубля в сутки. В месяц нам требуется 450 литров. Это 720 рублей. Сравниваем с покупной водой. 80 рублей это ценник за 5 литров. 450 литров будет стоить 7200 рублей. Разница составляет 6480 рублей. Таким образом, время окупаемости дистиллятора составляет примерно 7 месяцев. Кроме этого, у вас всегда будет правильная вода, которая будет работать на ваше здоровье. А также вам больше не надо будет бегать в магазин и таскать тяжелые баклажки. Гарантия на лабораторные дистилляторы составляет в среднем 5 лет. То есть более 4 лет вы будете точно пить качественную воду за минимальную цену. А если за дистиллятором правильно ухаживать, согласно инструкции, то он проживет лет 6 точно. В нем могут износиться только тены теплонагревательные элементы, которые легко заменяются в случае, если модель еще не снята с производства. Друзья, в следующей лекции мы расскажем вам о том, в каких емкостях правильно хранить воду. Это также очень важная тема, в которой многие допускают ошибки. Далее мы расскажем о структуре воды и многом другом. Поэтому подписывайтесь на наш канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новое видео. Если у вас остались какие-то вопросы, пишите их в комментариях. Мы их читаем и стараемся на все ответить. До новой встречи и доброго вам здравия!